Здравствуйте, друзья! С вами Елена. Сегодня речь у нас пойдет о таком лекарственном растении, как полынь. Полынь растет у многих на участках, и многие люди ее считают сорняком, и удаляют ее, выбрасывают, и считают ее сорной травой. Ну, возможно, для кого-то это сорняк, а для кого-то это лекарство. Сегодня я вам расскажу о полезных свойствах этого растения, что в нем содержится, что из него можно делать, и как им можно лечиться. Полынь горькая – это ценное лекарственное растение, которое очень ценилось у древних славян. Они его считали культовым растением и считали, что оно изгоняет злых духов, помогает от сглаза и порчи. Буддисты и йоги используют масло полыни для медитации. Полынь может оказывать и лечебное действие. Вот полынь мы сорвали, ее нужно сначала просушить. Сушить нужно полынь в темном помещении, без доступа света. И использовать мы будем вот листики. Листики, стебельки. Срывать нужно полынь до цветения. Очень ароматная трава. И лечит она такие заболевания, как уроплазму, микоплазму, гонохокия, трихмонады. Эти инфекции, они живут почти у каждого человека в организме. И многие люди об этом даже не знают, не догадываются. Чтобы узнать, есть ли у вас какая инфекция, существует специальный анализ и делают посев на бульонах. Делается он долго, в течение 4-5 дней. Просто так можно ее не высить даже с первого раза. Поэтому эта инфекция, она передается и половым путем, и внутриутробно передается от матери к ребенку. И поэтому живут люди с этими инфекциями очень долго. Они разрушают организм таким способом, что появляются такие болезни, как грибковые поражения кожи, сыриаз, аллергии и так далее. И также гнояковая инфекция, которая сопровождается выделением слизи и гноя в разных стадиях и в разных болезнях. Поэтому вот эта полынь, она борется с этой инфекцией. Как нужно ее использовать для лечения инфекции? Женщинам необходимо делать спринцевание. Готовим раствор. Одна чайная ложка сухой полыни заливается питком и настаивается. Настаивается в течение часа. И потом грушей вот такой клизмочкой делают спринцевание ежедневно. Также такой раствор можно пить вовнутрь. Но сразу могу сказать, что полынь противопоказана беременным, кормящим матерям, людям, болеющим язвой желудка и при всех острых стадиях заболевания. И университальная непереносимость препарата. Еще что лечит полынь? Она очень полезна при любых стадиях и болезнях сахарного диабета. Каким образом принимают диабетики эту траву? Можно взять вот листик и ржаной хлеб. И делать из листика и ржаного хлеба шарик. Вот катаем такой шарик. Катаем, катаем. И просто его проглатываем. Или жуем, рассасываем. И забиваем водой. Или отваром. И вот таким вот шариком с полынью очень хорошо лечить диабет. Вот видите, как просто все скаталось. Белый хлеб нехорошо диабетикам, поэтому я делаю пример вам на жженом хлебе. Что еще лечит у нас полынь? Полынь очень хорошо принимать у кого есть паразиты, глисты. Она убивает около ста разных паразитов. А если ее использовать совместно с гвоздикой, то гвоздика убьет личинки и яйца, глистов и паразитов. А полынь уже убьет особи. Как мы делаем это лекарство? Сухую полынь и порошок гвоздики. Нужно ее измельчить либо в такой ступочке, либо в кофемолке. Мы также вот настаиваем. И пьем по одной чайной ложке три раза в день до еды. За 30 минут. Полынь употребляют только до еды. При любом заболевании. И вот с гвоздикой это будет прекрасный эффект, потому что гвоздика очень хорошо тоже борется с паразитами, глистами и всякими вредными вот этими организмами. Паразитов, кстати, тоже живет 90% у населения планеты. Потому что паразитов можно получить и при употреблении рыбы, и мяса, и даже просто, если вы в жарких странах ходите босиком по песку, они могут проникать через ступню человека и жить прекрасно в вашем организме. Поэтому такую профилактическую даже меру, если вы будете делать, то паразитов у вас не будет. Но сразу хочу сказать, что длительно полынь употреблять нельзя. Почему? Потому что она влияет при длительном употреблении на психическое состояние. Она вызывает галлюцинации, и ее даже сравнивают с наркотическими майхуанами или еще с чем-то. Поэтому нужно пить лекарства, какие вы сделаете, настои, отвары, две недели пьем, потом делаем две недели или месяц перерыв, потом повторяем курс лечения. Что от паразитов, что любое, что касается у нас. Еще скажу сейчас вам рецепт от Ванги. Тоже от глистов и паразитов. Мы берем баночку. Берем полынь, одну часть полыни. Складываем в баночку. Ну вот, где-то треть получится у нас полыни. Берем тыквенные семечки. Обычные, не жареные тыквенные семечки. Вообще, тыквенные семечки, они очень полезные. Их регулярно хорошо употреблять мужчинам. Они для потенции и вообще очень полезные. Также они борются с паразитами. Если, может быть, помните, в детстве родители такие средства делали из семечек. Это народная медицина, она абсолютно безвредная. И поэтому ее хорошо применять. Мы их также измельчаем, либо в ступочке, либо в кофемолке. Ну, просто мы выдавливаем, так сказать, сок из этих семечек, чтобы они были не целенькие, а чтобы эффект быстрее у нас действовал. Вот мы их вот измельчили, насыпали в баночку и заливаем спиртом, водкой. Заливаем водкой и настаиваем. Настаиваем в течение 21 дня. И потом мы вот эту настойку употребляем по 20-30 мл тоже до еды. И это средство тоже от паразитов и глистов. Как еще можно применять и для чего можно применять полынь? Полынь помогает при головной боли. Каким образом? Продают окуривающие свечи, либо треугольнички такие окуривающие. Можно зажигать полынь и окуривать помещение этим запахом. Когда запах этот распространится по нашему дому, то головная боль исчезает. У нее очень приятный аромат у полыни. И вот она медленно-медленно будет тлеть, но она у меня не совсем еще высохла, поэтому не очень хорошо. Но запах уже пошел великолепный. И вот если ожидается магнитное буря, метрочувствительные люди обычно сейчас предупреждают уже по телевизору, вот сейчас вот скоро уже через две недели наступит вот этот метрочувствительный, и люди должны пить какие-то средства от головной боли. Вот это вот средство, оно вам поможет. Поэтому попробуйте сделать такую окуривающую операцию. Что еще можно делать с полынью? Вот нарвали мы полынь, подсушили, идете вы в баню. Либо заварите ее, и на камушки можно поливать. Либо просто вот возьмите и венечек положите там на полок, или на камушки, и она будет отдавать опять же свой аромат, который очень хорошо будет действовать на вашу нервную систему, она будет успокаивать, она будет снимать головную боль. И вообще в дыхании вот этих паров, они очень благотворно будут действовать на вас. Еще полынь против моли, против тараканов и против вредных насекомых. Можно просто в шкафу разложить, или на полочке на кухне разложить веточки полыни, и пусть она лежит, и насекомые от вас уйдут. И что еще могу сказать вам про полынь? Значит, с сибельками, вот листиками мы лечимся, а корешками, как мы лечимся корешками? Мы отрезаем, значит, стебельки, корешки вымачиваем, чтобы грязи не было, и завариваем кипятком, можно на водяной бане, и добавляем эти корешки в ванночки для ног. И парим ноги по 30 минут в этих ванночках. Полынь используют даже в пищевой промышленности. Вермут. Добавляют вермут. И полынь, вот вермут, это одна из разновидностей полыни. Полынь очень много разновидностей, поэтому она по-разному везде называется. Вот есть даже вермут полынь. И добавляют как специю при приготовлении жареного гуся, и добавляют в пиво вареной промышленности ее тоже, поэтому это не вредный компонент. Если у вас ячмень, можно делать слабый, также настой полыни при глазных заболеваниях, 1 к 10 с водой, и протирать, сделать примочки на глаза. При ревматизме также она помогает. Если ушибы, раны, растяжение, вывихи, можно прикладывать листья полыни, делать компрессы. При онкологических заболеваниях тоже ее применяют совместно с другими препаратами. И с помощью полыни можно тоже похудеть. Если будете пить отвары, либо сок, полыни с водой, и хорошо совместно использовать с лопухом. Это горькая трава, она оббивает аппетит. Про лопух я уже рассказывала, был ролик. И лопух также при сахарном диабете используют. И вот полынь можно совмещать вместе с лопухом и принимать как чай. Ну вот, теперь вы узнали, как полынь оказывает влияние на наш организм, как можно лечить серьезные заболевания с помощью этой лечебной травы. И эта трава может расти у вас на участке. Вы можете ее использовать как альтернативный метод традиционной медицины, потому что он эффективный и безвредный. Остается только вам задать такой вопрос себе. А чем мне поможет полынь? Делать рецепты и пользоваться этими народными методами. Такие травы растут у нас под ногами. Это дешево, доступно, эффективно. Поэтому будьте здоровы, лечитесь народной медициной. И всех вам благ! Субтитры создавал DimaTorzok